Всем доброго времени суток. Игра Crossout продолжает развиваться, бета-тестироваться и двигаться к релизу, который наступит, полагаю, судя по танчикам, не скоро. По крайней мере, они в бет-версии долго были. Но из АБТ, ОБТ, оно, я думаю, довольно скоро выйдет. То есть, баланс и так далее. Народ уже прокачался, уже достаточно заполнен рынок. И самое время подумать, что же у нас будет в гараже. Гараж с некоторых пор урезали. Базово у нас всего 4 места. Не стоит обманываться, 4 из 20 это означает всего-навсего 4. 20 будет, если мы купим еще. Можно донатить, можно так накопить. Но база у нас 4 места. Какие машины, в первую очередь, требуются? Если мы выполняем задания, все выполнены на данный момент, либо задания сезонные, можно увидеть, что в первую очередь требуются пушки, пулеметы, дробовики, пулемет. Самое ходовое. Помимо этого, в более сложных заданиях требуются, в общем-то, те же самые орудия, с довеской, мудро охлаждение. На эту тоже у всех ставятся пушки. Вот пошла редкость. Контактные орудия уровня редки и выше. Для этого нужна своя отдельная машинка. В силу того, что записать можно только 4, каждый раз ее собирать заново не очень большое удовольствие. Поэтому как минимум из этих четырех, три машинки должны быть. Пушки, дробовики и пулеметы. Это вот самое ходовое, самое востребованное, то есть, чем будете чаще всего иметь дело. Четвертая машинка, ну, она экспериментальна. У меня вот тут осядник стоит. Это фановое, это очень забавно. Опять же, ну, в пятый гнездо можно же контактные орудия переписать. Плюс в некоторых миссиях требуются дроны. То есть, того вообще хорошо бы 6 разных машин, да? Это расширяется. Это в любой фракции. Ну, пусть хотелось в китайцах. В желтой части, вот, хранились чертежы. Она добавляет еще один чертеж. Скрафтить ее довольно сложно. На 9 уровне фракция достигается и довольно большую горду запчастей. Ну, медленно убывается в рейдах, вот это вот добывается в миссиях. Ну, просто нафига нужно. Можно так не делать, может не крафтить. На рынок пойдем. Так, рынок. Вот, ходили с чертежей. Она стоит не так много. 333 голды. Ну, у меня осталось от пакета стартового, но сток вполне можно накопить и продавая различные вещи. В частности, есть такая вот, ну, кем-то считается полезная, кем-то нет. Вещь, как ящики. Их также можно крафтить. Первая же фракция. Можно убрать их и крафтить. Да хоть и рыжий. Цена за купоны очень нехилая. А вот эти вот, тут все проще. Но шанс, что у них что-то хорошее выпадет, крайне мало. То есть, вот из этого выпадает, сами понимаете, что белый хлам, всевозможные колеса, ускорители, белые пушки, белые пулеметы. В общем, совершенно бесполезные вещи, которые у вас добываются так, которые напрямую крафтят из микролома. То есть, это объект на продажу однозначно. Стоит он 200 чем-то голды. Выпадает регулярно, вот, на 2 часа в день. И у вас в день упало 200 чем-то голды. Плюс он выдается в ежедневной награде, которая при запуске игры вылезает. Ну, там, пару раз он выдается. В общем, путей поступления довольно много. Он копеечный. Открывать его смысла никакого нет. Однозначно продаем. Есть вот такой контейнер. От соды выпадает, ну, синенькая выпадает, фиолетовая. Вы можете посмотреть на ютубе. Там открывают 50 контейнеров, 100 контейнеров. Таких и таких вот. Таких не видел. Вот. Отсюда почти 100% шанс на выпадение синей вещи. Эта синяя вещь будет стоить на 1-2 золота дешевле, чем если вы этот ящик продадите на рынке. То есть, проще продать этот ящик, пойти на рынок, купить ту синюю пушку или синюю кабину, которую вы хотели бы из него получить. Это будет выгоднее. Поэтому ящики, если вам на продажу, на этом зарабатываем. И, может быть, просто покупаем себе место в чертежах. Либо покупаем, либо крафтим его себе на собирах в миссиях все эти потребные ингредиенты. Есть миссия с электроникой. Ее нужно тысячу. То есть, это довольно много боев. Есть миссия с запроводами. Точно так же. Тоже довольно много. А медь добывается в рейдах. После того, как расширим, имеет смысл до 6 расширить. И будет у вас весь набор машинок, который нужен для того, чтобы... По всем заданиям у вас все было под рукой. Машинка с дронами. Она может точно так же ставить турели. Там минимальные изменения между дронами и турелями. И машинка с контактным орудием. Она тоже забавная, прикольная. Левиапан 1. Если кто-то с этим не знаком, это такая большая страшная монстра, которую мы крафтим. Причем детали, из которых мы ее крафтим, остаются на складе. То есть, то, что я сюда вывалил все, что у меня было на складе, ничуть не мешает крафтить мне остальные машины. Левиапан сам по себе. К нему как бы сдублировались детали. А эти машинки сами по себе. Мы его отправляем в бой на сутки. Он воюет без нас совершенно. Вот тут считаются победы и поражения. За победу он приносит мне, за поражение мы не теряем ничего. Я вот его раз за разом отправляю воевать. И он трудился на моем благо в мое отсутствие. Но крайне рекомендую строиться, если не ошибаюсь, 17-го уровня или 16-го уровня. Прямо как только пользоваться доступом, вы просто, ну вот видите, у меня такой довольно мусорный. Решетки от баги какие-то у меня стоят. Все, что было. Пушки вообще какие попались. Видите, у меня это синие и белые в одном флаконе стоят. И ос я сюда воткнул. И дробовики какие у меня завалялись. Он все равно побеждает. То есть 1-1, 1-2 у него всегда есть. То есть худо-бедно он носит меня медь. По мере появления ассортимента деталей, его можно укреплять, его можно менять. Ставят сюда синие орудие больше. Калетовые и оранжевые. Он будет страшнее, мощнее. У него совершенно огромный потенциал. 61 единицы энергии. В общем-то, сами понимаете, кабины КамАЗа несчастность только дать не может. У него лимит деталей 155. Я вот даже не добил до конца. У меня просто не хватило деталей. Тут стоит все, что у меня было на момент, когда я начал его строить. Все, что было на складе на момент постройки, вот тут в него упих. Ну, правда, колеса у меня еще остались на складе. Но так в остальном все. Ну, что я тут не ставил. Ну, боезапас я, по-моему, не ставил. Потому что у меня такого дофига. Вот. Мотор там где-то в недрах у него стоит. Обязательно ставьте радар. Лучше радар-детектор или продвинутый радар. Потому что он должен видеть противника. Он радаром его видит. И если у вас есть радар, он более отмысленно действует. Потому что бот на самом деле Тупят знатно. И надо дать ему максимальный шанс на победу. По машинкам, не знаю, можно показать, что тут стоит. У меня тут на халяву выпал радар такой фиолетовый. Я его оставил. Ну, не то, чтобы он был очень хорош, но большая дальность. На самом деле радар-детектор, на мой взгляд, лучше. Он помогает видеть в укрытиях. Это вот пушечная машинка. Она неспешная. На ней стоят пушки Малыш БФ. Их довольно легко скрафтить. Они скрафтятся сразу. С трех белых пушек Мститель. Домкратов нафиг не нужных. И кабины. Ну и тут ресурсы. То есть вы можете их скрафтить практически сразу. Это станок механика. Это очень быстро скрафтится. Что здесь есть еще? Разберем. Я сначала строил ее на кабине докера. Пушки берут по шесть единиц эти. Сначала это было у меня с белыми пушками. Где-то у меня тут была пушка Судья. Это синяя пушка. Но она не вращается целиком вокруг. Она пять энергий требует. Но постепенно сюда росло до кабины КамАЗа. Дальнобой называется. Этого практика механика крафтится. И такой вид она почти законченный приняла. Максимально она бронировалась у меня эта машина. То есть все контейнеры, как вы имеете, я сюда поставил. Так, это все бронирование, чтобы иззади не стреляли. Потому что разворачиваться она достаточно тяжело. Что тут стоит? Кабина КамАЗа, она дает 11 единиц. На две пушки по шесть, нужен 12. Поэтому я сюда присобачил легкий генератор. Тоже не особо сложный крафт. Крафтится даже легко. Это радиус стандартный. Что-то еще. Тут стоит большой топливный бак на 10. И стоит топливная бочка на 5. Пока это не пофиксили. То есть за успешный бой она привозит 15 единиц. Пока это не пофиксили, пока они стакуются и этим пользуются. Больше ставить смысла нет. Ни еще один бак, ни еще одна бочка. Ничего не добавит. Стоит два боеприпаса. Возможно я даже поставил бы третий, но пока как лапы не дошли его скрафтить. Это дает мне при таких пушках 20 снарядов на пушку. Хватает в общем практически на любой бой. Если поставить третий, можно вообще будет стрелять направо и налево. То есть каждый дает 30%. Они стакуются в сумме 90. Красота. Больше тут ничего такого, никакой изюминки нет. Тут просто бронезащищена кабина. Средние колеса обычные, белые, гоночные стоят. Гоночные колеса вообще неожиданно имбовые. У них 195 структуры, хотя они вот обычно такие гладкие колеса для багги. По сути они идут в комплекте стартовых машинок, кто пакеты покупал. Но неожиданно у них КП, их переплевывают только всякие большие и тяжелые колеса. То есть средние, видите, в два раза меньше. Поэтому гоночные колеса, наши все, посажаем их на все машины. Впереди ставим максимально крепкий отвал, какой есть. У меня вот пока только такой. Но это все по сути отвлечение внимания, защиты. Кабину бронируем. Она хоть и крепкая кабина, но лучше чем-то закрыть. Не то, что прям так с фанатизмом. Но пушка стоит прямо на кабине, не на лапете, потому что носят кабину, вынесут. Это уже конец машине, поэтому она будет, вот эта пушка будет стоять до конца. У нее четыре структуры, она крепкая. Чаще всего отрывают переднюю пушку. Пушки разнесены на разные кнопки, чтобы можно было поднастрелять. Они вращаются полностью, то есть полностью все перекрывают вокруг машины. Вот такая относительно простая и относительно дешево собирающаяся машинка. Кстати, показать, где у нас живет легкий генератор. Тут не легкий живет. Живет он убежник, что ли? Да, он живет в конце. Там уровень надо у них набрать во фракции. Но крафтится тоже без особых проблем. Тут никаких больших требований. Синие детали крафтятся вообще легко. Синими больших забот у вас не будет. Далее баги. Вот эта машинка, она стреляет, но она не лезет в потасовку. Она такая чуть на средних дистанциях, может на дальних держится. Постреливает издалека, она крепкая, но не поворотливая. И очень тяжело против шустых машин. Поэтому держись за спинами более быстрых союзников, стреляем оттуда. Играется достаточно комфортно. В силу большого боекомплекта можно ездить в рейды. То, что в чате будут там вопить, что фу, приперся с пушками. Во-первых, сейчас в рейдах через полторы минуты даже пустой боекомплект перезарядится у вас. То есть вы расстреляете с снарядом, полторы минуты, и машина снова полностью заряжена снарядом. Не надо убиваться, самоубийство устраивать, чтобы начать с респа. Вполне можно просто подождать. Эта машина спокойно проходит даже долгие рейды похищения, сопровождения конвоя. Снарядов ей хватает. Переходим к следующей. Что у нас еще может быть? Вот я так уже стерадирую машинку. Это бальки. Сделал на основе кабины рык. У бешеных. Вторая фракция, которую стоит прокачивать, это бешеный рык. После того, как выехал от механиков, может еще кого-то. Потому что у них оса, кувалда, рык. И в конце генератор. Наименее конфликтный такой, как и проще делать. Кабина рык. Шикарная кабина для баги. Обязательно надо иметь в себя в инвентаре. Что у меня здесь стоит? Здесь стоит очаг. Он мне тоже откуда-то достался. Я его не крактил, не откуда-то был. Из его плюсов он бронированный. То есть это еще один щит. Вот у него 160-е единицы труптуры. Это все, достаточно много. Его не очень часто отстреливают. При общей хрупкости баги он живет, в общем-то, до смерти баги. Я планирую сюда поставить еще одну кувалду. Она, видите, она скрапчена. Но все, как-то руки не доходит. Вообще так удачно от щитов пришелся. Вообще, если вы видите, кабин у меня защищена от прямого огня. Ну, понятно, что еще достаточно прозрачная. В этой решетке вообще все пролетает. Ну, так, мордочка прикрыта. Потому что кабина довольно стеклянная. У него 60 единиц структуры. Ее уничтожить делать нефига. Эта машинка из серии набежал, пострелял и убежал. Тут стоят две кувалды. Начинал я. Тут у меня стояли обычные дрововики белые. Потом сменил на кувалду. Кабина тоже была кастет обычная. Я ее сменил на рык. Рык для баги и бога кабина. Лучше нет. Гоночные колеса. Радар мой трофейный. Что тут у нас стоит? Вернее, пушка стоит на лафете. После лафета сложнее снести. Он урон пропускает сквозь себя. Тут решетки. Это охладитель оружия. Это синенький. Он тоже крафтится. Он охлаждает дрововики, чтобы они быстрее перезаряжались. Патроны им не нужны. Им нужен охладитель. Охладитель защищает с собой генератор легкий. Который при попадании, при уничтожении взорвется. Поэтому надо его хоть как-то прикрыть. Охладитель. Его потеря не фатальна. Поэтому можно им пользоваться как броней. И тут обычный прием. Под машиной расположен большой топливный бак. Не очень хорошее расположение. Она им на некоторых холмах цепляет. И козлит подпрыгивает. Но с другой стороны топливный бак опять же взорвется тут последним. Тут так в него мне ни разу не попали. Так что взорвал топливный бак. Машина шустрая, быстрая. Обычно она обходит огородами и нападает сзади. Первое, что она отстреливает, она сшибает дронов. Дронов она сшибает просто на ура. Один залп, один дрон. Как так это выглядит. По крайней мере синим дрововиками. Такая ПВО. После отстрела дронов можно отстрелить все орудия. При желании колеса. Главное в зоне боевых действий не задерживаться надолго. Потому что разбирают ее так же быстро. Набежал, отстрелил, убежал, прибежал еще раз. Очень быстрая машина. Моментально может прибежать от вражеской базы в свои. Если начинают захватывать и навести там шороху. Дальше. Пулемет. Основная рабочая машинка. Пока не наберете более-менее пристойных пушек. Потому что вот с белыми пушками. Вот этот мой типа танк. Он выглядел немножко печально. В рейды по крайней мере ходить. Вот там точно возбраняется на таких машинах. Пулемет. Основная рабочая машинка. Она ходит в рейды. Она в ПВП. Это крепкий середнячок. Начиналось это все. Построен на кабине Виверны. Синенькая кабинка. Очень удачная такая. На все руки. На ней можно строить пушечную машину. На ней можно строить пулеметную машину. Дробовиковую из них кабины багги. Здесь можно не заморачивать с кабиной багги. Сделать на ней основе машину, которая из дробовика стреляет. Но она будет помедленнее просто. То есть тут немножко надо уже понимать, что эта машина не убежит быстрее, чем у противника крутится пушки. Виверна помедленнее. Впереди в корыте удачно устроился один пулемет. И на консолях стоят два. Призначально я ставил их ступеньками. Один, два, три. Но почему-то их очень здорово выносят. Вот эти уши выносят намного реже. Хотя я не понимаю, что мешает им туда стрелять. Я обычно в консоли сношу первыми. Этому прилетает чаще всего. Причем снаряд все время попадает перед кабиной, поэтому двугородружен щитком немножко. Вот. Бак традиционно внизу. Не забываем про бензин. Он нам нужен. Тут я радар еще как-то руки не дошли сменить на тот мой трофейный. Чтобы сюда его прилепить сзади. Вот пока это стоит. Ну стоит внутри опять же. За всеми этими решетками многочисленными. Стоит холодитель оружия. Стоит еще бочка, чтобы привезти много бензина. Все, больше ей ничего не надо. И где-то тут спрятана рация. Я сейчас ее не найду. Рацию я тоже использую как дополнительную броню. Скорее всего она где-то впереди или под кабиной стоит. Скорее всего дырку закрывает где-то, да? Нет, дырку не закрывает. Куда-то ее воткнул. Рация, дополнительная броня. Ее потери опять же ни на что не влияют. Просто прекращаете сообщать союзникам о местоположении врага. Но это не так страшно. Зато она свою роль играет. За нас закрывает уязвимость. Так. И последний пепелатс мой экспериментальный. Но пока я не расширил склад. А кстати, надо будет сейчас попробовать купить. Посмотреть, что это такое. Это собственно родственник танка по бронированности пушечного моего. Потому что ему тоже здорово прилетает. Но у него спереди нет пушки. У него спереди есть броня. Вот эти вот ножи. Это в принципе не для дамага. Это тоже по сути бутафория. Броня. Цель для снарядов и так далее. Ну и для красоты. Тут стоят три осы. Такой, как видите, коробочке. Чтоб снизу по ним не попадали. Потому что осы очень хрупкие. Они неимоверно хрупкие. У них всего-навсего 48 структур. Их выносит просто мгновенно. Нанести 48 дамага из пулемета. Сдругяка говорить нечего. С попаданием снаряда. В общем, осы мрут. Это ни в коем мере не ближнего боя машина. Она тоже так издалека постреливает. Как артиллерия. Это в общем брат артиллериста. У меня на самом деле не очень они удачно стоят. Потому что поворот немножко мешает. Вот это вот поворачивается влево на полную. А вот эти две на меньший градус. То есть она классовая стрельба в них. Осы и так-то не очень вбок поворачиваются. А вот так вот они стоят еще хуже. То есть надо будет на самом деле их раздвинуть. Чтобы между ними была одна клеточка. Сзади опять же она довольно уязвима. Пока она развернется. Поэтому тут у меня стоит кусок контейнера. За этим мы прокачиваем все механики. Чтобы это все получать. Начинка тут в общем довольно простая. Бочка. Крация. Генератор. Цистерна. И два ящика боеприпаса. Так же как и пушки. Это дает... О, что это пушки? Даже не помню. Сколько тут не написано. В общем, ей хватает двух ящиков. Там тоже что-то такое. 26 или 36 выстрелов ее в итоге получается. А в принципе, можно его сейчас посмотреть. На это переключим. Поехали за тестером. 26 в каждом. Побежим все на одну кнопку. Ой, где я понставил? Вот видите, по кабине прям в тысячу домах сразу. Все, машины нет. Очень дамажные осы. Они по дамагу. Ну, может быть, их потом понерпят. Но дамаг у них просто фееричный. Главное не попасть под раздачу. Очень удобные. Они стреляют довольно издалека. Но у них, как у пушки, надо немножко брать выше цели. Потому что они летят по дуге. Это не наводящиеся ракеты. Сами на цель не ищут. Сейчас, где я ханомет. Не очень поворотливая машинка, но... Она радует. И давайте сходим на рынок. Посмотрим, что нам, собственно, дает... Вот это счастье. Заказать. Ладно. Мне ее знали. Мне ее знали. А как себя? Расходный материал. Может, у меня прибыло в хранилище? Нет. Слушайте, вот, здорово-то такое. Купил? А не знаю. Вот еще полезная штука. Ремкомплекты. Если кто-то в коньяк на курсе. Ты что, из-за этого полез? Вот он. Вот он. Крафтится, в общем, недорого. Это еще 10 респов в рейде. Не за голду лаживать. Ну, один отлаживает бесплатно, а потом идет за голду. Потом идет лаживать. Дешевый сербит. Так, что у нас в хранилище? А, вот. Да. Да, а найденешку. Вот у меня появилась еще одна. Здесь у меня поселится дроновод. А потом еще одну куплю для контакта. Не так у меня много голду, но на торгуем я думаю. Вот, собственно, все, о чем я хотел сегодня рассказать. Не то, что прямо какие-то откровения или секретные ноу-хау. Но, в целом, не все это знают, судя по вопросам. И судя по тому, что иногда пытаются построить. И о чем спрашивают в чате. Как-то вот так. А на этом всего хорошего. До новых встреч.